Июль – время депутатских отчетов. В напряженном графике Владимира Шапкина их больше двух десятков. Один из профильных и, можно сказать, подшефных коллективов, который председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии никогда не обходит своим вниманием – районный союз СНТ. На встречу пришли порядка 50 председателей садовых кооперативов. Депутат начал с актуального. Продолжается специальная военная операция и без поддержки властей не остаются ни ее участники, ни их семьи, которые закреплены за депутатами всех уровней, ни жители воюющих регионов. Владимир Шапкин поделился, что радует настрой наших бойцов. К сожалению, это война. В моей статистике двое ранены. Один – тяжело. Самое главное – тяжело раненый. В марте месяце выздоровел, вымчался туда. Сказал, я там где-то остались, нужно завершить дело. Мы обязательно одолеем победителя. Второй год с палочкой пока ходит, но кто же рвется туда. Владимир Шапкин проинформировал о том, как в Московской области реализуются целевые программы, касающиеся всех отраслей, а их вместе с подпрограммами – 67. Как они работают в городском округе Щелково. Нашли место в отчете экономика и импортозамещение, культура, спорт и здоровый образ жизни, экология и переработка отходов, строительство, а теперь еще и капремонт школ и детских садов, дополнительные выплаты педагогам. На особенно актуальных для собравшихся вопросах Владимир Николаевич остановился подробно. Как и где лечиться. В этом году и в следующем году завершаем капитальный ремонт всех наших медицинских учреждений. Осталось и у нас в Щелково из 26 объектов медицинских несколько не отремонтированных. Это Барчеванжи поликлиника, это Чкаловская, сейчас мы заканчиваем в Медвежьих озерах капитальный ремонт и так далее. Вот это одна из главных задач оснащения оборудования медицинской. В 2024 году мы эту программу завершаем, она сейчас идет очень хорошо. Это цифровая аппаратура, медицинское оборудование, вся аналога будет заменена. В подмосковном здравоохранении есть одна особо острая проблема – дефицит кадров. Еще нужны 2500 врачей и 5000 медсестер. Один из способов решения – выделение жилья. И тут наш городской округ оказался в хорошем смысле на первом месте. 97 привлеченным врачам предоставили квартиры. Кому-то выплачивается компенсация за съемное жилье, кому-то выделяется земельный участок для строительства дома. В этом году ожидается, что в Щелковские больницы и поликлиники придут первые выпускники, которых муниципалитет направлял на учебу. До конца 2024 года наш инвернатор Андреевич Воробьев поставил задачу – обеспечить кадровое наполнение нашей линии. Для того, чтобы убрать этот раздражающий фактор. И хотел бы сказать, что в некоторых сферах мы здесь достигли полного, что называется, обустройства. Первое – это перинатальные центры и родильные дома. Никаких проблем нет, и жалоб практически не поступает. У нас заработала в хорошем смысле наша скорая помощь, где мы заменили здесь практически автопарк. Как доехать до своего дачного участка? Наряду с ремонтом и строительством автодорог в регионе и муниципалитете в Щелкове заметный результат дала программа «Дорога к СНТ». 36 километров асфальта связали город и дачу. Как жить в садовом товариществе с комфортом? Работает программа социальной газификации. 2811 домохозяйств подсоединены. В 2023 году такая же цифра. И в 2024 году мы планируем ее завершить для того, чтобы формируется уже сейчас программа. И есть, так сказать, планы на это. Газификация СНТ, ДНТ, которые будут поселки, потому что люди перемещаются жить на землю. Владимир Шапкин озвучил ряд задач на ближайшую перспективу, которые ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Еще четыре амбициозные задачи на перспективу, озвученные нашим губернатором. Первое. Переселение из веткого жилья. 30% у нас веткое жилье. Новая программа, очень денежная, но очень нужная. Ее люди ждут. 30% только много. Второе. Замена коммуникаций. 60% изношенности. Тепло, вода, водопредение и так далее. Третье. Третье. Это ливневка. За прошлый год мы 47, по-моему, сделали, луж убрали. А это стольца, свет туда. А теперь нужно эту систему объединить. Вот это еще одна амбициозная программа. И четвертая я ее назвал. Это лес. Очистить наш лес. Что касается личного Владимира Шапкина, то в свободное от законотворческой деятельности время он на связи с жителями, в том числе и через социальные сети. За 22-й год провел 142 приема и более 900 встреч. Значительное количество вопросов удалось с его помощью решить и представителям многотысячного сообщества садоводов. Вот за прошлый год, я уже говорил, 238 наших садоводов были у него на приеме. В этом году уже 71. На приемах были вопросы, связанные с газификацией, с электрификацией, с водоснабжением, с оформлением земельных участков, собственность, оформлением жилых строений, жилые дома. Все это проблемы, которые стоят, и мы их успешно решаем. Спасибо, Вадим Николаевич, за ваш труд. В рамках депутатского отчета отличившихся председателей СНТ Владимир Шапкин наградил почетными грамотами за большой личный вклад в развитие садоводства. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.